Тем временем в России началась третья волна подорожания автомобилей за месяц. Всего в феврале свои прайс-листы скорректировали 20 компаний, сообщает РБК. Наша съемочная группа решила выйти на улицы города, чтобы спросить тверичан, стоит ли рассматривать покупку машины как способ сохранить свои сбережения. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать приобретение автомобиля сейчас как средство сбережения денег? Для меня нет. Покупка автомобиля в данный момент, я думаю, может как-то сохранить средства, но тем не менее это опасные инвестиции. Почему вы так думаете? Посмотрите, какая ситуация сейчас происходит. Мы в настоящий момент не понимаем, будет ли приходить наше запчасти к нам. Нет. Почему вы так думаете? Потому что есть другие, более лучшие инвестиции, чтобы сберечь. Я думаю, в таком случае лучше на всякий случай сберечь свои средства, чем нежели пускать их на машину. Если есть средства, то почему бы и нет? Может быть и стоит, потому что, вероятно, будут дорожать автомобили. Если есть желание, есть возможность, то почему бы и нет? Ждать лучшего нет, наверное, смысла. Лучший день сегодня. Думаю, да. То, что не стоит, наверное, сейчас покупать. Нужно подождать какое-то время. Это лично мое мнение такое. То есть пока не стоит покупать автомобиль вот сейчас? Думаю, нет. Поскольку такая ситуация происходит в стране и, думаю, нет смысла даже. Да можно купить. Почему нет? Не знаю. Это если прям нужен, необходим для работы, мне кажется, автомобиль. А так не вижу сейчас смысла покупать. Я думаю, да, стоит. Потому что непонятно, какая ситуация будет дальше. А вы что думаете? Я думаю, то, что стоит взять, чтобы потом, если уже кто-то захочет купить, то уже средств не может быть. А вы что думаете? Я полностью солидарен со своим другом. То есть стоит, да? Да.